Здравствуйте, друзья! Сегодня, 24 апреля 24 года, умер человек, которого мы считали из наших друзей, нашего округа, нашего кружка, самым талантливым, самым благородным, добрым и отзывчивым. Вот, завтра его исполнилось бы, завтра у него день рождения, и тогда получается, что я обязан, это мой долг, рассказать о его творчестве. Вот это одна из его статей, когда-то мною была передана, с моей помощью она была создана, под моим давлением, и попала в печать. Но прошли годы, люди разучились читать, и я решил сделать ролик. Так, мы будем разговаривать. Вот его опыт. Давайте послушаем. Садовод Балерий Александр Долматов. Правда об облепиховом масле. От Железова. Уважаемый главный редактор, минутку я проверю, идет ли запись? Надеюсь, идет. Уважаемый главный редактор, год назад я вам с воздушевлением рассказывал, как во время поездки на Урал познакомился с удивительным человеком, садоводом, инженером и изобретателем Долматовым. О его удивительной лакмастике тоже рассказывал. Валерий Александрович поразил меня своей эрудицией, зданиями в тех садовых областях, где я и близко не был. Давил на него весь год, и, наконец, родился новый автор, и, надеюсь, на долгое. Заодно, уважаемый главный редактор, довожу до сведения читательства. Поготовил к печати несколько десятков материалов, где авторами выступает незаварядная, интереснейшая сибиряки-садоводы. А я только слегка редактирую и немного комментирую, чтобы у читателей был выбор. Фактически мы с вами возрождаем прерванную по политическим мотивам на полвека работу, из-за чего во многом случился нынешний кризис садоводствия. Итак, Долматов. Здравствуйте, дорогой Валерий Константинович. Очень рад встречаться с тобой и личному знакомству. Наше общение оставило мне неизгладимое впечатление, а надеюсь, что мы теперь будем друзьями до конца. Валера, Валера, встретимся мы с тобой в райском саду. Тебе туда теперь одна дорога. Вот. Сковородка, котел с кипящим маслом тебе не грозит. Ты для нас образец настоящего садовода, настоящего человека. Продолжаю. Долматов пишет. Как я обещал, высылаю свои материалы. Начну с облепихового масла. Продолжу с золотым корнем. Так, справка от железа. Фильм про золотой корень, который я переложил на аудио его статью, готов. И он уже у меня на канале. Знакомьтесь. В моей жизни произошло, пишет Долматов, очень неприятное явление. У меня в 76-м году, господи, это сколько лет прошло? 24, 20. 24 плюс 24. 48 лет назад. Обнаружили прогрессирующую атрофию слизистой оболотки желудка. В 78-м году слизистая оболочка желудка была уже полностью атрофирована. Боже. Да еще прицепился острый гастрит. А в следующем я врач-онколог предупредил меня, что дела очень плохие, что может развиться рак желудка. Это после этого он прожил почти полвека. Ё-моё. Он сказал мне, что нужно срочно пройти курс лечения облепиховым маслом. Но где его взять? В аптеках, она на сражайшем учете, как остродеписитный препарат. И вот тогда я решил, что буду делать масло сам. Саду на тот момент. У меня росло 4 дерева облепихи. А в окрестных плодов, ягодных сахозах росли огромные плантации облепихи. Я перелопатил всю литературу про облепиху. В областной публичной библиотеке. Узнал, что в облепиховых плодах содержится 3 разных масла, обладающие разными свойствами. Имея техническое образование... Вот чем хороши мы, инженеры. Вот, считайте. Внимаем дальше. Имея техническое образование и самообразование по медицине и фармакологии, я добился того, что получил отдельно все 3 облепиховых масла в чистом виде. И как всякий следователь испытал эти масла на себе. Так вот, при приеме внутрь полграмма чистого масла из семян у меня наступило тяжелейшее отравление. Вот так вот. Полграмма чистого масла. Когда читаешь где-нибудь газеты, в журналах, работница, крестьянка, совет, что высушенный жмых вместе с семенами промолоть на кофемолке, залить по слоям маслом, и это будет облепиховый масло. Или того хуже. Как, например, высушить облепиховый жмых, отделить семена, промолоть семена на кофемолке, залить по слоям маслом, настоять, отзять, принимать внутрь. Прочитав одну из таких статьй, я был очень возмущен. На каких же пор все, кому не лень, будут писать средства массовой информации, всякую билиберду. И никто не проверял правильность этих высказываний. Ведь при приеме такого масла внутрь, люди, употребившие вместо лечебного эффекта, могут получить нежелательные результаты, даже отравления. Поскольку мне довелось заниматься изучением производства плепихового масла, решил написать статью, поделиться некоторыми тонкостями этого производства. Немного истории. В 17-м году инженерами Бийского витаминного завода Казанцем и Охином был запатентован способ получения плепихового масла методом диффузии облепихового жмыха растительным, рафинированным, дезодорированным маслом в их авторском свидетельстве указано на то, что семена жмыхи должны быть целыми, не разновленными, чтобы они не участвовали в экстракции. В 18-м году в журнале «Химия и жизнь» профессор Новосибирского университета Шкова Риден пишет, «При изготовлении плепихового масла семена не должны быть раздроблены или размалки, так как они ухудшают качество масла и приводят быстрые его порции. Суть в том, что основным действующим веществом плепихового масла являются каротин и каротиноиды, ликопин, палицис, палицис, ликопин, фитофлюин, зиаксантин, бета-каротин. Они обладают маслом растворе, противовоспалительным, болеутоляющим, ранозазовляющим и противомакробными свойствами. К тому же каротин и каротиноиды в организме человека превращаются в витамин А, который благоприятно действует на связи с оболочкой и поддерживает их нормальным состоянием. Автор лечебника для медицинских институтов по фармакогнозии в скобках лекарственным растениям Мороева приводит данные о составе масла в плодах облепихии. Важнейшее всё это надо проверить ещё раз идёт и запись. А то у меня всякое бывало. Так. В плодах облепихии содержится твёрдое масло кожицы, жидкое масло плодового меркоти, и жидкое масло семян, твёрдое масло кожицы, содержит каротин, каротиноиды до 240 мг процент. Жидкое масло мякотью содержит каротин и каротиноиды до 260 мг процент. токофеоролы, токофеоролы, скобка витамин Е, 12 мг процент. Жидкое масло семян содержит каротин, 0 мг, каротиноиды 3 мг процента, токофеоролы, 106 мг. Отсюда мы видим, что масло семян не обладает лекарственными свойствами, а наиболее ценными для нас являются масла из кожицы и мякоти. То есть, семена исключаем. По государственной фармакопеи содержание каротина и суммы каротиноиды должно быть не менее 180 мг. То есть, 180 мл масла. В домашних условиях получить такое масло очень сложно. А вот содержанием каротина и каротиноиды 50-100 мг получить можно. Конечно, если вы не сравниваете с обреченными, все-таки лечебным свойством оно обладает. Собранные ягоды нужно раздавить так, чтобы семена остались целыми, не раздавленными. Вот так вот. Поняли? Семена. Поместить получив массу плотных вообще-то в ткань и отжать из нее сок. Делать можно на садовой прессе даже. На те соки. Ну, то есть, получается, все можно сделать самому. Если пресса нет, то вручной или центрифуге. Полученный жмых нужно высушить при температуре не более 50 градусов на марлевом сите сделанном в виде карета. Примерно через каждую час его надо ворошить для ускорения процесса высыхания. Высушенный жмых нужно протерять через бытовое металлическое сито с ячейкой от 0,9 до 1,2 миллиметра. Как правило, сетка в бытовых сетках сделана из державейки и не разрушает каротина. Кожа с мякотью проходит через сито. Семена остаются на хите. Их нужно выбросить. Вот так вот. Знаете, когда это моя вставка. В те времена вдруг вся страна ахнула. Оказывается, есть панацея, есть облепиховое масло сразу появилось на рынке. Сразу. Везде и всюду. Бабушки торговали бутылочками. Везде написано облепиховое масло. И мы их покупали. У нас не было, допустим, опухоль. У нас не было онкологии. А чтобы не случилось, мы пили в неограничном количестве это масло. Потом кому помогло, кому не помогло, история замалчивает. Это моя вставка еще не закончилась. Появились целые эти плантации посадки облепиховых плантаций для того, чтобы все это еще сотни тысяч раз увеличить количество урожая и, соответственно, и облепихового масла, якобы обладающего этим способом. Почему якобы? Я сейчас этого не знаю. Почему? Прошла мода. Знаете, самые пришли времена перестройки и эти совхозы. я такое знаю. Просто забросили, они просто подыхали, а эти огромные сотни тысяч саженцев просто подыхали. Где-то выжили, такими островками растут. Но никому не нужно. Я съеду, смотрю, из них даже никто не собирает семена. А то я уже заговариваюсь, никто не собирает плоды. Итак, семена остаются носить, их нужно выбросить. Представляете, те бабки так делали или просто все подряд месили. Сок, полученный после взятия, нужно смешать с сахаром в соотношении 2 кг сахара на 1 кг сока. Для лучшего растворения сахара, сок после смешивания с сахаром нужно нагреть до температуры 45-50 градусов помешивания. Ага, бабки так и делали. После расстояния сахара получено с сахаром посудить, перемешать и разлить по банкам для употребления пищи. В соке облепейки содержатся витамин В1, В2, Р или П, я даже не знаю вот это, что значит. Наверное, П. И большое до 300 мг витамина С. Ого! до 2% яблокной кислоты. Хранится облепейковый сироп может при комнатной температуре. Так, скоро конец статьи, а то возможно вы устали. Полученный после протирания кожи желательно измельчить на электрокофемолке. Полученный порошок надо разделить на 3-4 части. Берем рафинированное дезодорированное посудочное масло комнатной температуры, заливаем первую порцию промолотой кожицы, так чтобы объем увеличился вдвое. Видите, ничего не пропадает. Делать это лучше в секрянной банке. Оставим 3-4 дня, каждый день помешиваю, затем остаиваю 2-3 дня. Вот она настоящая инструкция. Оставив масло, сливаем во вторую порцию порошка из кожицы, оставшись жмых пропитанной масла отжимаем через плотную хладчатую бумажную ткань на прессе, центрифуге или любым доступным способом. Полученное после отжатия масла также выливаем во вторую порцию, наставим 3-4 дня, каждый день перемешивая и повторяем слив и отжатие так же как с первой порцией. Отжатое и сцеженное масло вливаем третью порцию и повторяем тоже по следовательности. Представляю, что нам бабушки продавали в этих отжатой ситой после последней порции масла сливаем в стеклянную банку, плотно закрываем крышкой и даем отстояться 5-7 дней от механических примесей в темном месте при комнатной температуре. после чего аккуратно сливаем с осадкой по флаконам небольшой емкости. Наливаем эти флаконы до пробки, чтобы пространство между маслом и пробкой было как можно меньше. Плотно упориваем и ставим в холодильник до необходимости применения. Храниться может в холодильнике до 3 лет. Очень важно знать о противопоказаниях облепихов масла. Его нельзя применять вовнутрь, при острых тяжелых заболеваний поджелудочной железы, при острых гепатитах, при сиротах печени, при гемохроматозе, бронзовый диабет. Слушайте, ребята, а я бы наоборот, вот я с ним согласен, и ни в коем случае не говорю, что он не прав. вот эти страшные болезни, я бы наоборот пытался масло вылечить. Хотя бы из принципа, что хуже не будет. Но, тем не менее, официально получается, что заболевания поджелудочной железы нельзя, если настоящая масса, согласно вот этому рецепту, при острых гепатитах, при сирозах печени, при гемохроматозе, бронзовый диабет. Знать бы, что это такое. Конечно же, я для себя наладил производство качества лепиха масла вылезти полностью, чего я вам желаю, другой читатель. 1978 года по 24 это прошло. Ну, 40. 46 лет, да, 46 лет. И он живой. Но он сейчас умер, то понятно, что вот, вот, спасибо, Валерий Александрович, вот, как случилось-то, он вам желает, все, как случилось, он был здоров, был здоров, и еще планы строили. И последние его ролики были лопата, 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 тяжелейшая работа в саду, вот, посадка саженцев, лопата, и вдруг сломался до нескольких мест. Да ни хрена его не лечили, вот причина. Не лечили. Лень было лечить. Посылали один другому. А когда разрезали, а теперь поздно. Разрезали, посмотрели, метастазы, и зашли, и сказали, живи как хочешь. Вот это было. А так-то посмотрите, какой ценный статью я вам приподнес, да? И все скажу от себя, имея моральное право. Год назад, примерно, я проснулся, а у меня связь там с этим стопроцентная. это, я вообще не все рассказываю, некоторые будут вот так утверждеть. Да, настоящая связь у меня есть. Вот. Как правило, мне кто-то что-то нашептывает. Я просыпаюсь, в ушах стоит, причем, видимо, во сне повторялось десятки раз, если не сотню. Облепихиваю масло, облепихиваю масло, облепихиваю масло. И я медленно просыпаюсь, облепихиваю масло, облепихиваю масло. Я проснулся, испугался, от чего оно? Видимо, что-то у меня не в порядке. Вот. А у нас есть эти лавочки, там, где продают именно, ну, назовем это, это не БАДы, это не аптека официальная. Ну, много там чего продают. Помните, да? И, ну, облепихиваю масло, продаю. Кто его изготовил? Конечно, не так добросовестно, как в этой, как в этой самой. Наверное, не так. Вот. Ну, купил. Ну, я перепугаю месяц каждый день, ну, без всякой системы. Увижу флакончик, прямо из горла скрас, маленький глоток. Ничего, не так, что оно не такое. Это не вам ни рыбишек, которые у нас детей поили. О, то было, да, то было, это, пытка. А это нормально. Вот. Потом успокоился, и сейчас у меня она стоит, вот столько отпита. Вот. Сейчас с холодильника достану. отчет этот, может, он сейчас меня спасает. Он, до Алмата сегодня умер. Как спасает? Мне пришлось вспомнить о том, чего не знает никто. Нету нигде этой статьи, только у меня. И много лет назад написал журнал газета. А вы знаете, что такое газета для дачников? В лучшем случае они на гвоздике, они на гвоздике в туалете висят эти самые. Они довольно мягкая бумага. Вот. Или мы еще съели. И годы прошли. И вот на тебе, вот сейчас это. Хорошо бы, передавайте эту статью, уже не статью, а ролик этот. Передавайте из рук в руки. Вот. Пусть хотя бы, я не знаю, ну хотя бы пусть в этих же ларюськах берут, даже если она неправильно сделана. Наверняка неправильно. Но лучше так, чем ничего. Человек прожил в 40, сейчас скажу, в 78 году заболел. Это 22 года. В том веке и 24. 46 лет назад заболел и умер только потому, что у нас после болезни вот такое выражение применяют. спустя 46 лет от начала болезни он умер. Но если бы еще медицина бы вовремя за него взялась. А то жаловся, жаловся, когда разрезали, а там уже поздно. Вот обидно. Так, смотрите, с чем заканчиваем разговор. Вот это, конечно, все устарело. Конечно, он теперь на этот звонок не ответит. Но этот телефон есть у его дочки. Зачем он нужен? Не знаю. Может, кто-то в сотню рублей пошел на похороны. Может, это. По этому номеру. Может, может, просто выразить свое восхищение, уважение. Вот. По этому номеру. Вот. родня его под моим давлением. Я давил на Валеру, а Валера давил на родню. И вроде бы они наладили производство лак-мастики. Она очень нужна для заречивания. Раны деревьев. Сибирь, Урал, Север. Страшные раны. Почему не полечить этой лак-мастики? Вот. Видите, что нам оставил Валерий? А? Видели? Вот это вот я обязан был вам рассказать. Ну что, друзья, до свидания. Благодарю за внимание. Еще раз низкий поклон, Валерий Александрович. Царство тебя небесное. Вот. Уверен, что твое место в саду в райском. Вот. Ты лучший из нас. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok